Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим торт с черешней. Этот вкусный и легкий торт как раз для летних жарких дней. Готовится несложно и получается красивым и праздничным. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала испечем бисквит. Два яйца разделяем на желток и белок. Белки начинаем взбивать со щепоткой соли и постепенно добавляем 2 столовые ложки сахара. Обязательно взбиваем до крепкой и устойчивой пены. В полностью взбитые белки добавляем по одному-два желтка и еще немного взбиваем. В эту смесь просеиваем 2 столовые ложки муки в 2-3 подхода. Аккуратно и недолго перемешиваем тесто лопаткой. Тесто должно остаться воздушным. Готовое тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Аккуратно распределяем тесто по форме. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем 20 минут. Готовим крем. В сотейник наливаем 250 мл молока и ставим на плиту закипать. Пока закипает молоко, подготовим остальные ингредиенты. В миску насыпаем 2 столовые ложки муки, 1 столовую ложку крахмала, 1 желток, насыпаем 100 г сахара и наливаем 250 мл холодного молока. Все перемешиваем венчиком до однородности. Как только молоко закипело, тонкой струйкой вливаем в него приготовленную смесь, при этом постоянно перемешивая. Варим на небольшом огне до загустения. Готовый крем снимаем с огня и даем ему остыть до комнатной температуры. Заварная основа уже остыла. В отдельную миску кладем 100 г сливочного масла комнатной температуры. Начинаем взбивать его миксером и добавляем 8 г ванильного сахара. Взбиваем масло до побеления и увеличения в объеме, примерно 3-5 минут. Возбитое масло, не прекращая взбивания, добавляем заварную основу небольшими порциями, примерно по столовой ложке. Если смешать все сразу, то крем получится не таким воздушным. Готовим сироп для пропитки бисквита. В сотейник наливаем 100 мл воды и насыпаем 100 г сахара. Ставим на плиту, доводим до кипения и кипятим 1 минуту. Сироп остужаем до комнатной температуры. Собираем торт. Остывший бисквит вынимаем из формы и снимаем пергаментную бумагу. С бисквита срезаем верхнюю корочку. В форму, в которой пекся бисквит, ставим по кругу ацетатную пленку и кладем на дно подготовленный бисквит. Бисквит хорошо пропитываем сахарным сиропом. Сверху выкладываем готовый заварной крем. Еще больше разных рецептов летних тортов смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Торт ставим в холодильник на 10-15 минут, а тем временем подготовим ингредиенты для следующего слоя. В миску насыпаем 1 пачку вишневого желе и 1 столовую ложку сахара. Все заливаем 450 мл горячей воды. Перемешиваем до полного растворения желатина. Пачка желе рассчитана на 500 мл воды, я взяла немного меньше. Оставляем желе остывать до комнатной температуры. Берем 700 г помытой черешни и вынимаем из нее косточки. Я вынимаю косточки с помощью английской булавки. Аккуратно вставляем ее в черешню и вынимаем косточку. Вместо черешни можно использовать вишню, абрикосы, персики или любые другие ягоды. Заварной крем уже сверху застыл. Выкладываем на него подготовленную черешню. Слой из черешни заливаем уже остывшим желе. Сначала заливаем примерно третью часть желе и ставим в холодильник застывать. Если залить все желе сразу, то черешня всплывет. Первый слой желе застыл, теперь выливаем оставшееся желе. Опять ставим торт в холодильник застывать примерно на 2 часа. Торт застыл, вынимаем его из формы, снимаем ацетатную пленку и переставляем на большое блюдо. Торт с черешней получился очень вкусным и легким, как раз для летнего жаркого дня. В нем прекрасно сочетается нежный бисквит, легкий заварной крем и ароматная черешня. Обязательно его приготовьте, порадуйте своих родных и близких таким вкусным десертом. Если вам понравился рецепт такого торта с черешней, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!